Продолжается эфир нашей программы в нашей студии гостя. Давайте знакомиться. Это Анна Польц, жительница Австрии, мама двоих детей. Здравствуйте. Насколько мы понимаем, вы в гостях или все-таки у себя дома? И так, и так. И так, и так. Мы сегодня поговорим на тему последнего года, уж точно актуальную. Это те самые коронавирусные ограничения в той стране, откуда приехала Анна. Это Австрия. Насколько там все серьезно? И вот вы сидите в маске, там вы тоже бы находились в этой защите везде и всюду? Или все-таки там с этим так же, как у нас? Ну, вы знаете, вчера пришли очень хорошие новости. Сняли ряд ограничений. Теперь я могу, приехав в Австрию, пойти даже на дискотеку без маски и без соблюдения квадратных метров. СМЕХ. Да. Ну, смотрите, какие штрафные санкции или, может быть, наблюдения за происходящее, за, точнее, за соблюдение вот этого масочного режима в этой стране? Ну, конечно же, власти следят за тем, чтобы масочный режим и также все ограничения были соблюдены. Но в целом, я бы сказала, что люди очень осознанно подходят к этой ситуации со собственной ответственностью, чтобы не заразить и не заразиться. Это очень важно. Поэтому масочный режим... То есть там иная ситуация, как у нас в России? А вы наверняка знаете по рассказам, или, может быть, уже успели посмотреть, как мы относимся к этому. Очень, да, да. Я очень удивилась, когда увидела, насколько легко и лайтово здесь люди относятся к тому, чтобы, не знаю, пройтись или зайти в магазин без маски, или проехаться в автобусе без маски. Правительство говорит, что все под контролем, вы, главное, носите маски, и мы все сделаем за вас. Ну, за то время, что идет корона, ковид, я ни разу не слышала от своих друзей, пойду-ка я надену маску, иначе меня штрафуют. Вот такой ситуации не было. Люди все-таки подходят ответственно к своему здоровью. Ну, на улицах в масках можно не ходить у вас, да? Тоже по улицам без маски? Да, по улице, конечно, без маски. Ну, в общем-то, не знаю, вроде как не заразишься, если на улице. Мы знаем, что у вас были жесткие ограничения, так называемые локдауны. Действительно ли все не работало? И как в этой ситуации вы продолжали простую свою жизнь, как жители этой страны? Вы знаете, вы уже упомянули, что я мама двоих детей. Так вот, накануне первого локдауна я забеременела вторым ребенком, а во второй локдаун я его родила. Поэтому мое время проходило достаточно осторожно. Я в основном находилась дома и никуда не ездила. И мой ребенок познакомился со мной. Ну, так, я тоже была в маске, в общем-то, да. Мы встретились, и мы, да. Вот оно что. Но как у вас дела с вакцинацией обстоят? То есть там тоже есть свои вакцины в Европе? Ну, конечно, да, целый ряд вакцин сертифицированных. И правительство, вот, власть очень мотивирует, так скажем, людей, чтобы они вакцинировались. Ну, это да, это у нас тоже. Да, очень идет активная пропаганда, если можно так сказать. Можно. Просвещение по телевидению. У вас делится, значит, на тех, кто готов и тех, кто еще не готов. Тех, кто шурует. Конечно. Так же, как в любой стране, в принципе, такая ситуация, правда же? Конечно, за и против, конечно. Но я скорее пока на той стороне, что я не против, но я немножко подожду. Чего все боятся? Тоже все боятся последствий? Потому что мало испытаний прошло, нет доверия к этим вакцинам? Скорее, да, да, пока нет доверия. Но в целом, как я уже сказала, правительство очень хорошо, и вообще медиа очень хорошо просвещают людей, что это важно, нужно, что очень необходим коллективный иммунитет. Поэтому большинство, насколько я знаю, уже вакцинировались. Это бесплатно? Да, это бесплатно, по записи и без очереди. Как вы попали в этот раз в Россию, и как будете возвращаться обратно? То есть есть ли какие-то обязательные процедуры, которые нужно выполнить человеку, возвращающуюся из страны, где, в принципе, сейчас идет пик? Ну, поскольку я россиянка, поэтому я смогла приехать сюда беспрепятственно, без визы, хотел сказать, по частной. Нет, я приехала сюда беспрепятственно, по российскому паспорту, и сдала на третий день и на пятый день ПЦР-тесты. И соблюдала карантин. Обратно, когда поедете, то же самое, нужно будет опять тесты сдавать? Обратно, да, опять нужен ПЦР-тест. К сожалению, это очень дорого. У вас, да, у вас не было мысли, что когда вы окажетесь в России, в Красноярске, например, поставить здесь вакцину? Была такая мысль, конечно, но, к сожалению, насколько мне известно, спутник ВИП пока не допущен Евросоюзом, не сертифицирован. То есть если вы покажете документ, что вы спутник ВИП поставили, то это для них ничего не значит совершенно? Насколько мне известно, это так, да. Но, может быть, все поменяется. А вы скажите, что президент у нас вакцинировался спутником, там все у вас пропустят. Да, конечно, все двери откроют. Да, тогда так и сделаем. Да, финальный вопрос. Вот для вас, как для жительницы страны Австрии, когда был локдаун, что было самого сложного? Ну, знаете, кто-то у нас остался без работы, да, у кого-то не было заработка, я не знаю, там еще какие-то бытовые дела. Вот в вашей стране как было? Ну, мне очень не хватало общения. Вообще, встретиться очень горячо, друг друга приветствуют при встрече, там, буси-буси, это значит три раза так вот поцеловаться, чечку, пожать горячо руку, вот этого очень не хватало. Встречаешься с человеком на улице, и он вот так вот стоит от тебя на расстоянии двух метров, не подает руку. Ну, как-то все было очень неестественно. Сейчас попроще уже с этим? Попроще, да, некоторые уже оттаяли. Будем надеяться, что и в той стране, откуда вы приехали, и в нашей, в которой мы живем, рано или поздно все наладится. Как говорят за столом, устаканится. Лучше рано, чем поздно. Именно так. Вам большое спасибо. Анна Польс была на сегодня в гостях, жительница Австрии. Немного поговорили про коронавирусные ограничения в этой стране, и продолжим эфир.